МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Махачкале прошел вечер памяти имама Шамиля. Только трое из десяти всемирным российским борцам отказали визе для поездки на чемпионат Европы в Бухарест. Подробности в спортивном блоке новостей. Жители Дагестана стали больше ездить на поездах. Почти 800 тысяч пассажиров воспользовались железнодорожным маршрутом Махачкала-Дербент и около 500 тысяч Хасавюрт-Махачкала. Эти два направления стали популярными в 2023 году. В республике всего таким видом транспорта было перевезено более полутора миллионов человек. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Рост эксперты также связывают и с развитием туризма в регионе. Пассажиропоток в республике увеличился не только на земле, но и в воздухе. Около трех миллионов человек обслужил в прошлом году аэропорт Махачкалы. Сегодня пилоты гражданской авиации отмечают свой профессиональный праздник о работе покорителей небес в сюжете с Алией Магомедовой. Единственный в Дагестане аэропорт имени дважды Героя Советского Союза Амитхана Султана ежедневно встречает и провожает более 5000 пассажиров. А за этим стоит кропотливый труд каждого работника в воздушной гавани. Один из таких сотрудников – Рагим Абдулов. Это сейчас он сменный начальник аэропорта Махачкала и, помимо прочего, контролирует прием и выпуск воздушных судов. До этого Рагим и сам сидел за штурвалом самолета. К гражданскую авиацию он пришел по собственному желанию. Не знаю, как это получилось. У меня близких родственников не было в авиации. Такое желание появилось, и я пошел в гражданскую авиацию. Закончил Краснокутское летное училище. В 1982 году три года работал в Грозном. После этого в 1985 году пришел я в Махачкалининский объединенный авиационный отряд. И здесь работал на летной должности, на разных типах воздушных судов до 2011 года. Герой нашего сюжета признается, в первое время он очень скучал по небу. И это неудивительно, ведь профессии пилота дагестанец посвятил 30 лет жизни, налетав более 13 тысяч часов. За все это время он не совершил ни одной экстренной посадки. Но это не значит, что в его практике не было опасных случаев, когда нужно было проявить хладнокровие. Когда я работал пилотом на Ан-2, у меня был отказ двигателя. Сели мы с выключенным двигателем, но все благополучно, все было нормально. 9 февраля Рагим Абдулов вместе с коллегами получает поздравления с профессиональным праздником – Днем гражданской авиации. Что пожелать? Всем здоровья, счастья, мира и добра. Пусть будет мир на земле у нас. Благодарим мы их за то, что они действительно ведут свою службу достойно. Поздравляем с этим днем. Сегодня в дагестанском аэропорту трудится около тысячи сотрудников. За прошлый год воздушная гавань обслужила около 3 миллионов человек, а с начала этого года – 200 тысяч. Аэропорт Махачкала является одним из наиболее динамично развивающихся аэропортов Российской Федерации. Появляется новое направление – и международное, и внутреннее. На настоящий момент выполняются рейсы в 14 международных аэропортов и в 15 аэропортов Российской Федерации. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сургут. Международными – Дубай, Стамбул, Бакул. Сейчас в аэропорту Махачкала ведется строительство новой взлетно-посадочной полосы. Но и это еще не все. Скоро дагестанцы смогут летать в Грузию и Белоруссию. И в такие российские города, как Киров, Сыктывкар, Томск и Череповец. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Махачкала. В Махачкале открыли мемориальную плиту участнику СВО «Кавалеру Ордена Мужества» Юсупу Тажудинову. Она установлена на фасаде Дома бойца по улице Газопроводная в советском районе города. Юсуп Тажудинов участвовал в специальной военной операции на Украине с 12 апреля 2022 года. Он погиб спустя год в боях за город Бердянск. Память о военнослужащем почтили его родные и близкие школьники и представители столичной администрации. Юсуп, он стал символом современного российского солдата, а настоящего преданного своей родине. До конца, до последних минут своей жизни оставался верен присяге. Мы гордимся, что он наш земляк, что он дагестанец, что он россиян. В кукольном театре прошел вечер, посвященный памяти имамы Шамиля, в рамках которого была представлена театрализованная постановка. Организатором мероприятия выступила школа имени Абдулхамида Юсупова. На нем собрались богословы, учащиеся образовательного учреждения и их родители и преподаватели. Посетила вечер и моя коллега Тамара Самедова ей слово. Сайпудин и Курмагамед, сыгравшие главные роли, готовились к выходу на сцену театра около двух недель. Каждое движение и слово они оттачивали до идеала. Ребята – актеры-самоучки, потому их волнение было ощутимо. Но, несмотря ни на что, им удалось завоевать внимание зрителя. Работать было чуть с напряжением, но вроде получилось. Я работал с тем намерением, чтобы получить барракад от имама Шамиля. Работал пару недель так. Ну, ничего, получилось. Это было сложно, потому что надо было ровно даты, все успеть. У нас был очень короткий промежуток, у нас был, наверное, недели или две. Но мне было легче, потому что мне пришлось только просто читать, а им было труднее. Они все это заучивали, это рассказывали и играли при этом. Мне пришлось просто играть, учиться. Современной молодежи необходимо знать историю своего края. Так считает богослов Мухаммад Сулейманов, который посетил постановку. Такие мероприятия, по его словам, необходимо посещать хотя бы изредка. Ведь живое искусство не только воссоздает события тех времен, но и укрепляет духовные ценности. Очень такое вот получил состояние, такое, как будто бы я перенесся, как будто бы ту историю. Даже стыдно даже за то положение, в котором мы находимся сегодня. Пусть Всевышний Аллах поможет во всех школах такое проводить, чтобы наши дети не забывали, кто такой имам, какой у него был путь. И благодаря этому у нас то, что вот есть такое плохое все в обществе, оно автоматически откинется в сторону. Богослову, учащиеся их родители, преподаватели и даже бывшие работники школы. Театрализованное представление посетили около ста человек. Я очень рад, что пребывал на этом мероприятии. Я очень тронут. Хотя, конечно, это не профессиональные артисты, но все-таки за душу брало каждый случай из жизни имамы Шамиля. И нам надо как-то собраться, и нам надо как-то быть принципиальными, и нам надо быть храбрыми, и нам надо быть настоящими людьми, живущими по шареатам. Организаторы мероприятия отметили, что через театрализованные представления они пытались пробудить в учащихся школы интерес к истории Кавказской войны и личности имама. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, Новости, ННТ, Махачкала. Ровно год назад Духовный женский центр «Марьям» открыл свои двери для всех, кому нужна была поддержка. За это время более 300 девушек получили помощь и решили свои проблемы. Итоги деятельности антикризисного центра подвела советник Муфтия Республики и общественный деятель Айна Гамзатова в прямом эфире. Подробности у Айши Тухаевой. Женский центр «Марьям» – это сбывшаяся мечта Айны Гамзатовой. Два десятка лет к ней приходили и зливали свои проблемы женщины разных национальностей, конфессий и из разных уголков страны. Объять необъятное один человек не может. И Айна Зайербековна стала инициатором открытия антикризисного центра. В день годовщины со дня открытия центра она провела прямой эфир. Вывести женщину из роли жертвы – это на самом деле очень трудоемкий процесс. Она уже забивается в себе, у нее такой страх внутри, она живет постоянно на этом страхе. И у нее в голове вот эта мысль единственная, что только суицид и только смерть может меня спасти от этого. И все, больше никто. Потому что с детства… Почему нет у нее выхода из ситуации? Сама виновата. Как бы, да, внутри, психологически. Потому что она замкнулась в себе, да? Потому что не было… Защищенности нет. Потому что с детства у нее не было внутри семьи контакта. С родительской семьей, да? Да, в родительской семье нет чувства защищенности. Вот недавно, помните, Муфти поднимал этот вопрос. Потому что он тоже очень часто сталкивается с этим. Потому что и к нему приходят с таким вопросом в огромном количестве. То есть мы их уже передаем сюда, в Центр Марием, чтобы они занимались. «Если ты осталась одна со своей проблемой, приходи к нам. Мы поможем». Такой призыв на страничке Центра Марием. Он обращен не только к женщинам, но и к подросткам, к детям, а также юношам от 13 до 21 года. Анонимность и конфиденциальность обеспечены. Число тех, кому эта помощь нужна, огромное количество. Но в ком-то сидит страх, в ком-то настолько прижилось состояние жертвы, что они уже и помощи не ищут. Обо всех них думают и их ждут в Центре Марием. Когда я говорю о мире в Дагестане, когда я говорю о том, что будет хорошо и что Муфтият делает, делал, делает и будет делать для того, чтобы в Дагестане всегда был мир. И никогда не было конфликтов ни на межнациональном, ни на межконфессиональном, ни на каких вообще других почвах. И те проблемы, о которых мы сегодня говорим, это не основа дагестанского общества. Это в Дагестане все, что мы сегодня здесь сказали и о семейных проблемах, и о проблемах детей, и других каких-то проблемах, они у нас есть. Но они у нас в Дагестане представлены в самом минимальном таком масштабе относительно других регионов, других стран. Они у нас очень минимальные. Но даже этот минимум мы хотим, иншалла, свести на нет. Мы же можем хотеть, имеем право. И мы будем стараться. Мы все возможное для этого сделаем. И благодаря вот таким людям, которые умеют любить, умеют быть отзывчивыми, мы, иншалла, обязательно построим. В Дагестане нравственное, благородное, такое красивое, благонравное общество. Обязательно, иншалла. Оно у нас уже есть. Нам чуть-чуть осталось деталей обточить, иншалла. В штате работают юрист, теолог, социальный работник, психолог. Руководитель центра Марьям Абдул-Халикова при необходимости подключает всех, кто может помочь подопечным найти выход из тяжелейших ситуаций. В Духовном центре Марьям оказываются услуги разного характера, в том числе и юридические. К нам обращаются женщины с разного рода проблемами, и мы, как правило, им помогаем в их сложной жизненной ситуации. Их проблемы касаются разных отраслей права, уголовного, гражданского, административного права. Вот недавно был случай, к нам обратилась женщина с просьбой помочь ей в решении миграционного вопроса. Она, значит, жительница гражданка Казахстана, и был просрочен у нее паспорт, просроченная виза. И она оказалась в такой сложной ситуации, но благодаря нашему центру, работе наших юристов, и даже были подключены миграционные службы Республики Дагестан, мы помогли ей с этой ситуацией благополучно справиться. Хотя центр существует только год, кажется, что прошло несколько лет. И количественно, и качественно. Работа проделана с высоким результатом. Намерение и цель, с которой создался центр, озвучила Айна Гамзатова. Это помочь женщинам, сделать общество более здоровым, и чтобы каждому было комфортно жить и развиваться. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Новости ННТ. На любительском ринге они встречались три раза, и счет был в противостоянии в пользу Шарабутина Атаевом. 2-1. Последняя победа дагестанского боксера над его оппонентом одержана в финале прошлогоднего чемпионата мира. В профессионалах на счету Атаева шесть побед при нуле в графе поражений. Семерым российским борцам отказали в визе для поездки на чемпионат Европы в Бухарест. На данный момент из десяти вольников право пересечь румынскую границу получили только Абаз Гаджи Магомедов, Гаджи Мурат Рашидов и Магомед Курбанов. Вопросом занимается Федерация борьбы России во главе с Михаилом Мамиашвили. До старта чемпионата Европы остается ровно неделя. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. Хороших вам новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин